Всем привет! Меня зовут Полина Бородушкина, я учусь в школе 2051. У меня такой вопрос. Правда ли, что в поход невозможно ходить, потому что там много комаров и других насекомых? Правда ли, что все они хотят съесть туристов? Оль, расскажи, пожалуйста. Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим про насекомых в походе. Полина задала мне вопрос, я хочу на него ответить. Как сказал классик, любил бы лето красное, если б не комары да мухи. Для борьбы с комарами применяется весь арсенал цивилизации. Это и сетки, и репелленты, и фумиганты, имеющиеся спирали, разные народные и технические средства. Думаю, что со многими вы, конечно же, знакомы. Наше желание стать победителями в борьбе с комарами вполне понятно. Это отвратительное «ззззз» действует на нервы. Укусы комаров вызывают зуд и сильную аллергию. Для борьбы с комарами изобретены тысячи препаратов. Испробованы сотни способов. А они по-прежнему живут и здравствуют. Какая же ситуация с насекомыми в походе? Комары при поиске жертвы используют некоторое подобие инфракрасного сенсора. Они легко обнаруживают объекты, которые имеют температуру тела выше окружающей среды и выделяют углекислый газ. Один из методов борьбы – это правильно выбрать место стоянки своего лагеря. Комары плохо сопротивляются ветру и их легко сдувают, поэтому я советую выбирать продуваемое место. Также стоит выбирать такие места, где нет высокой травы, стоячих луж и заболоченных территорий, потому что в них обычно бывает скопление насекомых. Возможно, не стоит вставать рядом с кромкой берега, лучше отойти от нее где-то метров на 15. Возможно, в таких местах комаров будет меньше. Ну и, конечно же, яркий костер на стоянке. Комары не любят запах дыма и через пару дней, в принципе, вся наша одежда в походе пробитывается запахом костра и комары меньше начинают нами интересоваться. Итак, конечно, существуют индивидуальные средства защиты от комаров. Это крема и репелленты. Продается множество различных кремов и репеллентов как против комаров, так и против клещей. Подбирать нужно индивидуально. Действовать достаточно эффективно, но каждый по-своему. Есть, которые наносятся на кожу или одежду, нужно прочитать инструкцию перед применением. Если вы собираетесь с ночевкой, то можно купить спираль. Она отпугивает насекомых, ее зажигают в палатке и дым отпугивает насекомых, чтобы ночью вы могли спать спокойно. Помимо комаров в походе можно встретить клещей. При борьбе с клещами нужно правильно одеваться. Руки и ноги должны быть закрытыми. Потому что, когда вы идете по маршруту, конечно, самое удобное, это когда с деревьев на вас может упасть клещ. Поэтому, если вдруг в течение дня вы понимаете, что у вас есть оголенные участки тела, вечером нужно обязательно осматривать друг друга. Также я рекомендую, чтобы у вас была с собой маленькая массажная расческа. И нужно расчесывать волосы, желательно, чтобы она была еще с ненкими зубчиками. Если помнить, как защититься от клещей с помощью одежды, то вряд ли клещи вам помешают. Ну, а если вы видите, что клещ все-таки укусил вас, его нужно обязательно сразу вытащить. Можно взять маникюрный пинцет или даже уже есть специальные приспособления. Если приборов нет, могут подойти подручные средства. Нужно взять нитку, сделать петлю и накинуть ее вокруг хоботка. Затянув петлю, следует аккуратно, поворачивая из стороны в сторону, вытягивать клеща, поворачивая его вокруг оси. После этого можно аккуратно упаковать клеща. И для своего успокоения о возвращении домой можно сдать в лабораторию на исследование. Честно скажу, лично у меня были случаи, когда я находила у себя клещей. Но, поскольку в основном мы ходим в Краснодарский край, а этот район считается не эндемичным энцефалиту, то, скорее всего, клещи будут безобидные. Ну а как еще можно защититься в походе, предлагаю узнать у опытного туриста, специалиста лаборатории путешествий, Настя Рудовой. Настя, расскажи свой практический опыт борьбы с насекомыми в лесу. Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, на самом деле комары есть, насекомые есть. И все это периодически портит настроение туристов. Но я расскажу вам, почему не стоит бояться встречи с этими лесными друзьями. Итак, для начала 5 пунктов, которые скажут о том, что вы просто восхитительны для комаров. У тебя довольно высокая температура тела. Это определяется полом, возрастом, активностью и даже характером питания. Получайно комары любят детишек, потому что они активны и их кожа теплее. Второе. Вы активно занимаетесь спортом, а значит, ваша кожа выделяет пот и углекислый газ, который содержит молочную кислоту и очень-очень сильно привлекает комарикам. Третье. Вы носите темную одежду. Обычно красные и черные комарики очень хорошо видят, а вот белые и желтые цвета им не нравятся, их сложно заметить. У вас высокий уровень холестерина. Комары любят, когда на поверхности кожи концентрация холестерина высокая. Пятое. У вас первая группа крови. На 50% чаще комары выбирают именно таких людей. Каким же образом они это определяют? У них что, есть своя собственная лаборатория анализов? Нет, конечно. Дело в том, что 85% людей выделяют своеобразные такие секретные вещества, которые и показывают группу крови. Комары могут это определять. Поэтому остальным 15% очень сильно повезло. Они умеют. И шестая распространенная причина. Вы испытываете стресс. Соответственно, выделяете гормоны, которые как раз таки и привлекают наших крылатых. Кто же делать? На самом деле все достаточно просто. Чаще умыться, использовать репелленты и спиральки. Носить одежду закрыто и желательно светлых тонов. Находить места, где хорошо дует ветер, то есть есть вентиляция. И избегать источников воды открытых. Например, огромные озера. Если встанете в клоник, будет много комаров. Я во все свои походы беру вот такой вот костюмчик, который абсолютно не занимает места, но всегда спасает. В Карелии, где очень много комаров, я спасаюсь от как раз таки насекомых. Такой костюм не пропускает даже в шкару. Это очень здорово. Когда ты уставший, приходишь на привал, на тебе невозможно сесть, и нужно постоянно двигаться и отмахиваться. А в Краснодаре, наоборот, очень жарко, но колени и локти должны быть закрыты. Такова уж техника безопасности. Я надеваю такой костюм, остаюсь в макий и шортах, у меня все проветривается, но техника безопасности соблюдается. Обязательно приобретите себе вот такую вот вещь. И не бойтесь ходить в походы. Да, немножко вас покусает, немножко вы вернетесь с пятнышками, но оно того точно стоит. А какие мифы и убеждения мешают тебе пойти в поход? Ваши ответы отправляйте в группу, адрес которой вы видите сейчас на экране. Я буду ждать.